Девушки отдыхают Тряпкой по лживой роже других Украинская армия периодически нарушает режим тишины Больше всего обстрелов по позициям ополчения в Дебальцевском котле Везде идет снег у нас, вот обратите внимание У них сегодня будет идти дождь, только дождь с градом А еще для того, чтобы наглядно показать Как Россия в режиме онлайн переписывает историю Ну что, вы видели, как мы отработали? Я вам скажу, что так будет постоянно, каждый день У них постоянно будет идти град С приходом в город украинских военных Они сжигали инфраструктуру, дома, бомбили детские учреждения Четыре года назад миллионы украинцев на личном опыте Убедились в старой истине, что договоры с русскими не стоят И бумаги на которой написаны Февраль, 2015 год Минс, федеральные каналы бьются в экстазе Вот же, есть же мирный договор, за который якобы так топила Россия Удалось договориться о прекращении огня на Украине Все-таки удалось договориться о главном Дебальцево, согласно подписанной в том числе и Россией бумаге Находится на территории подконтрольной официальному Киеву Но в Минске на встрече нормандской четверки Путин, улыбаясь, тянул время Ведь он отлично знал, что кинет всех И не когда-то там в будущем, а уже в ближайшие часы Ополченцы Донецкой народной республики, а также Луганской народной республики Проводят совместную впервые за всю историю борьбы За освобождение Новороссии и Донбасса Операцию по зачистке города Штурм Дебальцево федеральные каналы транслировали фактически в прямом эфире Там было все Уйма засвеченной техники Расстрелы жилых домов танками и артиллерией Там девятиэтажечка была такая на входе Укропы, привет! Но самое главное, сами же пропагандисты помогли доказать Штурм Дебальцево проходил при непосредственном участии регулярной российской армии Наши реально вошли туда три раза входили В январе 15-го года, вот это когда была Дебальцевская операция И это легко доказать Вот один из пропагандистских каналов случайно светит бронетранспортер Дозор Всего нет на вооружении украинской армии Соответственно, его нельзя отжать у укропов А значит, пропагандисты врут, заливая сейчас вот такие байки При всем уважении я был тогда в Дебальцево Я все это видел, как освобождали Ну, видел своими глазами Я не видел там российской регулярной армии Помимо техники в кадр попадала масса других показательных мелочей Вот, например, местные шахтеры-тракторист Светят шевроном российской военной разведки А это еще одни, явно очень местные Ребята тупо не знают, куда их привезли И что вообще нужно штурмовать Ребята, а как называется этот поселок? Где это мы? Мы этот... Как это называется? Без понятия, как называется, он наш Но лучше всех о том, на чьей стороне правда Знают матери погибших под Дебальцево россиян Могилы, которые появились во многих российских городах После штурма тому лучшее подтверждение По смертную награду тольяттинца Андрея Шрейнера Получили его родственники И очень хочется уточнить у этих несчастных женщин Вот вам-то каково осознавать, что родина отказалась от сына Мол, не было никакого Ваньки, а значит, никто и не умирал На Донбассе не было и нет российских войск Про никто не умирал, это мы, кстати, не пошутили Эволюция потерь на федеральных каналах Это очень показательный пример лжи по-русски А силы ополчения не понесли никаких потерь Не понесли никаких потерь Теперь весь Дебальцевский котел, так называемый Находится полностью под оперативным контролем Сил Луганской Народной Республики Слыхал, Машка? Наш-то какие красавцы! Укропов вообще без потерь разгромили! Но тут проходит всего ничего И из-за Радонька все же стучится в двери Ну ладно, ладно, было несколько погибших Но немного Гениальная победа ополчения В итоге ополченцы выбили группировку из Дебальцева За считанные дни, как говорят командиры армии ДНР и ЛНР С минимальными для себя потерями С минимальными для себя потерями Но вот проходит время Могилки проседают Цветы вянут Боль родственников немного стихает А значит, можно вываливать правду С нашего подразделения Множество ребят погибло И командир нашего взвода погиб И командир танковой роты погиб Оказывается, штурм Углегорска и Дебальцева Проходил по-любимому в России Принципу «бабы еще нарожают» И сотни боевиков до российских солдат Просто бросили на убой Мне не устраивает в 21 веке Подход к решению боевых задач Как в 41-м году Подготовка наших войск оставляет желать лучшего На примере Дебальцева Довольно сильные потери Довольно сильные разрушения Заметим, что рассказывают об этом сами строители русского мира То есть съехать на классическое «Вы все врете» В этом случае точно не выйдет Три раза мы начинали брать Значит, это у нас получалось 10 февраля 9-10 февраля Нам не удалось Мы три раза пытались взять Внесли практически потери И большие потери внесли Помимо манипуляций с потерями И попыток скрыть их там нетов Отдельной историей идет пропагандистская линия Для жителей оккупированных территорий Один из самых пострадавших городов Донбасса Это, несомненно, город железнодорожников Дебальцево Здесь, как минимум, служат напоминанием О событиях 2014-2015 года Изрешеченные осколками дома Мы же не зря говорили о переписывании истории В общем, наслаждайтесь Они сжигали инфраструктуру Дома, бомбили детские учреждения Так под обстрел попал городской рынок Это была ночь Оказывается, это ВСУ Находясь внутри города Разрушило его А вовсе не боевики Которые сутками напролет Долбили по Дебальцево из артиллерии В ходе боев за Дебальцево Было разрушено 80% инфраструктуры города Артиллерия ВСУ продолжала обстреливать Мирные кварталы после закрытия котла Привокзальная площадь, разбита украинскими минометами Силовики ввели артиллерийский огонь Причем, знаете, что самое удивительное? ВСУ якобы обстреливали сами себя Когда были внутри города Но стоило у полчленцам захватить Дебальцево Как обстрелы жилых домов вдруг прекратились А сейчас вновь к текущей ситуации в Донбассе Бои там прекратились Украинские военные покинули Дебальцево 18 февраля 2015 года Наступила долгожданная тишина День, когда бойцы ДНР смогли освободить Дебальцево То есть, вы понимаете, весь идиотизм их тезисов ВСУ своих в Дебальцево якобы обстреливали А врагов, захвативших город, нет В чем логика? Наркоманы А ее нет Ведь ребятушки просто ломают правду через колено Они сами показывали, как боевики равняли город с землей Это одна из артиллерийских позиций ополченцев Под углегорском гаубице Д-30 Как видите, до сих пор не зачехлены Они находятся в боевом положении Орудия направлены в сторону Дебальцево Поехали, Абрам! Показывали танковые обстрелы и работу артиллерии По дороге сюда нам удалось заснять Как работают самоходные артиллерийские установки Как раз по огневым точкам противника Но если прямо сказать, что в ходе штурма Людей освободили от нормальной жизни, работы и прочих благ цивилизации То никакой пропагандистской картинки не выйдет Поэтому просто берешь и переворачиваешь все с ног на голову Как вот канал Лайф Ньюз Украинская армия периодически нарушает режим тишины Больше всего обстрелов по позициям ополчения в Дебальцевском котле Где якобы укры штурмовали и разрушили город А боевики так вообще оборонялись В самом городе сильно разрушен от огня украинской артиллерии И ополчение уверенно держит оборону Или вот другой пример наглядной гебельсовщины Новоросский юнион Закатывая глаза, скорбит по местному жителю Убитому в ходе штурма В результате обстрела со стороны украинской армии 9 февраля 2015 года погиб отец Светланы Геннадий Филиппович Они жонглируют громкими фразами И явно давят на жалость Дебальцево Это уже не тот город И люди здесь стали другими В памяти навсегда остались воспоминания той самой войны Она изменила жизнь каждого Не говоря при этом ни слова о том Кто же реально штурмовал город И кто убил ни в чем невинных людей Естественно, мы помним, что война у нас гибридная И война идет не столько и не только за территорию А за то, что называется heart and mind За сердца и умы И вот такой цинизм и пропаганда на крови Это фундамент русского мира Мира, построенного на покалеченных судьбах Сначала подписали договор Подписанный в Белоруссии документ Носит название Комплекс мер по выполнению минских соглашений Состоит из 13 пунктов Среди них прекращение огня с 15 февраля Причем подписывая его Уже знали, что обманут И обманули 18 февраля 2015 года Ополченцы освободили город Несмотря на значительное превосходство Живой силы и техники противника Сначала отправили в Украину армию и технику Потеряли десятки солдат Мужчина погиб в Донецкой области Украины Дата смерти Тольяттинца совпадает со временем боев Под Дебальцево на востоке Украины Андрей Ельмеев похоронен рядом со Шрейнером Дата смерти у Ельмеева со Шрейнером одна Теперь рассказывают мамкам, что их дети от бронхита умерли Во время сильного кашля Случайно головой на свинцовую пулю упали Матери и жены задают неудобные вопросы От командиров почти никаких ответов Почему погибших увольняют задним числом? Почему в строке причина смерти указывают инфаркт или инсульт? На эти вопросы ответов нет Сначала пускали сопли пузырями, транслируя на всю страну детали штурма По дороге сюда нам удалось заснять, как работают самоходные артиллерийские установки Как раз по огневым точкам противника Теперь же корчат из себя невинных девственниц Мол, а мы что? Мы ничего, это вообще все укры Они сжигали инфраструктуру, дома, бомбили детские учреждения Но вот вопрос, кому от такого обмана легче? Может матерям, похоронившим детей? Или жителям Дебальцево, которое после штурма 4 года назад так и не восстановили? Подъезд разбитый, начинали ремонтные работы и так и бросили Одна бригада бросила, вторая бригада бросила, третья Стройматериала столько привезли на крышу И где оно подевалось? Говорят, нету стройматериала, нету денег Разрушить на это много ума не надо А вот построить у бандитов как-то не складывается Процесс восстановления на сегодняшний день приостановлен Руководитель администрации ссылается на недостаточное средство На отсутствие, точнее, даже финансирования на сегодняшний день данного проекта Поэтому все какие-либо проекты, все приостановлено Да и горожане потихоньку покидают город Город железнодорожников, славный своей узловой станцией Теперь больше напоминает город Приза Ведь узловая станция в серой зоне Это просто набор бесполезных железяк на земле А отправлять товары и пассажирские составы через никем не признанную Дерляндию Дураков нет Вот так теперь выглядит здание Дебальцевского железнодорожного вокзала Пассажирские поезда здесь не ходят, а живущие в Дебальцево люди отрезаны от внешнего мира И вот сидишь ты в полуразрушенном доме, без работы, без каких-либо перспектив И смотришь телевизор Там, конечно, во всем винят Украину Но станет ли сытнее от такого самообмана? Ответ знает каждый житель И Дебальцево, и Иловайска, и Ясиноватый, и других богатых при Украине узловых станций Они все прекрасно знают Просто свои ошибки не каждый умеет признавать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok